Девушки отдыхают Тихо, подлетай как можно ближе Надеюсь, ты знаешь, что делаешь Ха, я тоже Отлично, держи высоту Номан, приготовься Держись, кажется, работает Черт, эти твари нас окружили, избавься от них Харанить-то уже, а У всех свои проблемы Я с вашими разбираться не должен Черт, я даже не могу настолько пушку дотрать Готово, море отключено Поджареду твари Из атомной пушки Ну, наконец-то Давай, захваченные цели Как тебе захватить Прицель все из атомной пушки Я целюсь Дура Отлично, один готов Очень атомно Сейчас отключу второе поле Тут их много, прикольно снова Ах вы Харе меня Да харе меня морозить Морозить харе меня Харе Меня убивают И мы не выживаем На что вообще бортовой пулемет спрашивается Вы можете в один залп это все Раздербанить Пошел, пошел, пошел Меня сейчас заморозит Отличный выстрел Да, хватит Еще раз предупреждаю, блин Тварюка О, черт Держись Номат, эта штука нас сейчас потопит Разберись с ней Где я тут только что был захват Только что был долбанный захват Блин, чуть-чуть не успел Чуть-чуть буквально Ах ты Тварь Тварь, мать твою О, черт Держись Номат, эта штука нас сейчас потопит Разберись с ней Давай, открывай свои недра Ты меня провоцируешь на очень нехорошие слова Номат, у нее на брюхе люк Бей туда Иди в жопу Быстрее, Номат В жопу иди, женщина, господи Без тебя тут тошно Номат, целься по люку Быстрее Отвали Твою налево Давай, давай Пошел Пошел Она сейчас потопит Разберись с ней Иди сюда, тварь Держись Номат Легон Зачем Номат Уберись Отвали Ну Держись Номат Уберись Номат Уберись Твою налево Верись Ах ты Отвали, тварь. Последние, мать его, патроны. Отвали! Кто бы ты ни был, землянин или пришельник, отвалите от меня! Тебе мало того, что твои братья получили от меня. Мало! Добавки просим, да? Добавки просим! Отвали! Так, люк открыт! Пошел в жопу! Сейчас он понес новым! Вперед! Ай, ай, я застрял! Вперед! Быстро! Вперед! Ты справишься! Быстрей! Прыгай! Прыгай! Вперед! Ты справишься! Держись! Давай, тихо! Вперед, живо! Ты справишься! Опять! Продолжение следует... Номат! Помоги мне! Помоги мне! Субтитры создавал DimaTorzok Сюда подходит флот из Японии. Он будет здесь через час. Ложусь на встречный курс. Нет, мы знаем, как их победить. Надо продолжать бой. Кто там? Да ты не поверишь, браток. Это Пророк. Он жив? Не похоже. Еще прыгается. Насекай его координаты. Возвращаемся. Продолжение следует... Вот так вот неожиданно, знаете. Но это потом. Наверное, надо начать со слов Вот так вот заканчивается Крайзис. Ну, без привлечения, наверное, сказать. Легендарный шутер. Не важно, благодаря чему легендарный. Но легендарный. О нем знают все. Любого возраста, любого стажа. Геймерства, скажем так, да. Любого... Любой приверженности к платформам, к любым. Там, будь то... Персональный компьютер, либо там... Нинтендо Ви. А Крайзисы знают все. Это как Квейк, это как Дум. Это как Контерстрайк. Это как Half-Life. Неважно. Крайзис с ними по известности, по крайней мере, стоит в одном ряду. На одной строчке. И вот так вот он заканчивается. Вот так он выглядел и выглядит. Выглядел он в 2007. И так он выглядит в 2013. Выглядят они абсолютно по-разному. 2007 и 2013. Но не из-за того, что там что-то изменилось или добавилось. А из-за того, что прошло 5 лет, как я уже сказал. А ничего не изменилось. И даже, наверное, ухудшилось. В плане графики в играх. В плане технологий. В плане их использования. Технология это есть. Технология это разобивается. Но это искусственное торможение. Оно не позволяет выводить 99% игр на данный графический уровень. Что, в принципе, на руку разработчикам. Им просто говорит издатель сделать такое-то дерьмо, чтобы оно пошло вообще на все. И разработчику не надо париться на то, что как там оптимизировать код так, чтобы он работал. Чтобы он там не жрал слишком много. Перед создателями данного продукта. Я думаю, достаточно много проблем в свое время возникло. В 2007 год, вы представьте. Я сходу так не могу вспомнить те игры, которые в 2007 году выходили. А какие игры в 2006, по-моему, вышел. В 2007 вышел. Сталкер тоже технологичная довольно игра. По-моему, в 2007. И, по-моему, за несколько буквально там недель или за месяц до Сталкера вышел. Ну, это был март, да? Вот в марте Сталкер в декабре или в ноябре вышел Крайзис. А за несколько недель или за месяц до Сталкера, представьте, вышел Lada Racing Club. Если я ничего не путаю, и это 2007 год. Lada Racing Club, ну, вы все тоже, наверное, знаете о том, что он из себя представляет там в графическом плане. Ну, я думаю, что вы можете сравнить там очень много игр, которые вышли в 2007 году с тем, что... С тем, что представляет из себя Крайзис. Если отбросить все там пристрастия, если отбросить всю ту информацию, которой я владею... Да, я скажу, что это отличный шутер, там... Довольно интересный. Довольно крепко сбитый в плане экшена, да? В плане сюжетного сценария, да? Ну, как подан геймплей, грубо говоря. Если все-таки вспомнить все то, что я слышал о Крайзисе до выхода этого самого Крайзиса, то впечатления немножко... Смеркнут. Начнем сначала. Сначала планировалось так. Разрабатывался вот этот сверхмощный движок CryEngine, разработка которого ведется до сих пор уже третья версия этого Крайзиса, но, тем не менее, это все тот же Крайзис, просто с доработками, с каким-то, да, с оптимизацией кода, с какими-то дописанными или переписанными частями, но, тем не менее, минимум на 50% все тот же Крайзис первый. Разрабатывался, ну, естественно, Факрайз сначала был первый на Крайзине, это уже Крайзис 2, на Крайзис, который используется, тем не менее. Крайзис 2. Разработчики там показывали все технологичные супервозможности, которые мог позволить себе этот движок. 7 километров видимости при супер-уровне графики, в принципе, он реализован, и, в принципе, на скриншотах, всяких там технических роликах это показывалось, когда именно ролики затрагивали непосредственно возможность движка, что он может вообще, а не возможность игры, как она будет выглядеть. Вначале говорилось так, будет открыт полностью остров, и будет какая-то тактическая команда. И то, что сюжет будет нелинейным, вы можете терять по ходу этого сюжета членов своей команды, которая будет с вами вместе ходить. Естественно, это вся команда, вот это тоже в супер-костюмах, вот это будет какая-то там полутактика, полу-боевик там, очень крутой там, сложность из себя представляет то, что это все в довольно такой местности, ну, лесистой, да, вот минимум видимости, где вы сможете эти возможности костюма именно в тактическом плане применять. Согласитесь, гораздо интереснее, чем переключаться с брони на супер-силу, чтобы там разрушить стенку у домика, вот непонятно зачем, или выбить дверь на авианосца, потому что она тупо закрыта, и ты должен ее выбить, и никак еще ты ее не снесешь. У тебя просто нет возможностей, у тебя нет выбора. Вот. Или там все остальное время ты ходишь в броню. Ну, ты можешь, конечно, там, типа, посплинтерселить, но тем не менее, я думаю, что стелс у нас на то и стелс. Если ты делаешь боевик, ты делаешь боевик. Если ты делаешь стелс, то он должен быть 100% стелс, сплинтерселл или металлгерсоль. Вот. Не надо там смешивать вообще все. Конечно, есть какие-то там тактические уловки, которые можно применить. Есть какой-то открытый клочок местности. В принципе, он в этой, в этом кредисе он реализован довольно неплохо. Сравниваем со вторым, где реально коридор из улицы, и этот стелс там нахрен никому не нужен. Но, тем не менее, есть. Ну, возможно, у костюма есть включить стелс. Здесь, в принципе, есть где развернуться, да? Там 30 на 30 коридор. 30 метров. Там он 10 метров. Там вообще это не нужно. Ну, здесь можно применить, в каких-то там случаях. Не менее, той тактики, которая была обещана изначально, и всего того, что было обещано изначально, что очень интересно звучало, очень четко, продуманно, и, в принципе, по-разному ты мог там... Реиграбельность предусматривалась довольно большая. Все это было превращено, пусть и в широкий, но в коридор. И это все вот выдано в релизе. Всего... Вообще, абсолютно всего того, что обещали, здесь нет. Кроме этого, самого костюма. Оставили только костюмы с первоначально обещанными. Ну, и, естественно, возможности движка. Это графика, это какие-то физические наработки. Из физических, пожалуй, там реалистично звучали только вот эти вот переломы деревьев от всяких там разного рода повреждений. Вот. А то, что там полная разрушаемость, там зданий, это тоже немножко было, конечно, лицемерством, потому что это разрушаемость. Сами видите, там все эти здания, здания вообще, это сарайчики, сарайчики. Зданиями их называть могут только те, кто хочет пропиариться как-то. И опять-таки завысить то, что имеется на данный момент в реальности. Все эти сарайчики, они состоят из металлолома, который является собой листами просто метр на метр, и вот эта вот разрушаемость, она ограничена тем, что эти листы, они просто могут между собой разъединяться. Естественно, это не разрушаемость. Разрушаемость это то, что представили, наверное, в Red Faction Guerrilla, которое я несказанно люблю, конечно, именно за вот проработку именно этой разрушаемости. Чем игра я хвасталась, то и получилось в Red Faction. Да, разрушаемость. Там продумай, это все просто доминить до абсолютно минимальных деталей. А здесь, ну, можно было гораздо больше. И вот самое неприятное, что я совсем голос потерял. Меня самому неприятно, слушайте, я не знаю, как там вам, но мне вообще неприятно. Самое неприятное то, что ну, во-первых, когда я дошел до того места, где начинаются титры, до того места, которого вы только что заметили, до того места, которое только что прошел, пришел, прошел, игра заканчивается. Она просто обрубается на полусловие. Это выглядит, вся игра выглядит, как какой-то пролог, предисловие, начало к основному действию, а не возвращается, вот туда и звучит это, мы возвращаемся, парни. Мы возвращаемся, только пять минут назад туда отлетел пророк, и вот мы возвращаемся, и вдруг титры, совершенно неожиданно. Что самое, еще более самое неприятное, ладно, мы в продолжении все это было, но в двух последующих частях и в третьей части Крайзиса, то есть Крайзис 1, Крайзис 2, Крайзис 2 и Крайзис 3, там ничего этого нет, и в Крайзисе 3 не будет, там опять-таки этот пророк. Что самое это идиотское? Это довольно такой необычный сеттинг с этими морозящими все пришельцами, вроде как интересная завязка, ладно бы, заканчивается на таком неожиданном месте, и ты ждешь, что это все довольно интересное действие продолжится в следующих частях, ладно, ты там готов заплатить за это, ну, там, скачается платить, неважно, ты готов там ждать, в любом случае тебе придется ждать там, пока разработчики все это сделают, а потом уже решать самому платить, не платить, там, скачивать, не знаю, ладно бы, в остальных частях все это было, а ведь могло бы получиться суперинтересно, и связанное самое главное, но в Warhead мы играем за пророка, который действует не после, он действует, он, по-моему, вообще, я не помню, когда он там действует, но с этим намадом он, по-моему, там не пересекается ни разу, по-моему, даже не общается, и ничего такого там нету, там абсолютно какое-то бессмысленное месиво, а, по-моему, он действует как раз в тот момент, когда пропадает, когда его схватывает это чудовище, он там приходит в сознание и, в общем, начинает месить, и, естественно, заканчивается это перед тем, как он попадает на этот, куда там, встречается с намадом, по-моему, вот так вот, то есть это параллельное действие с тем, когда мы там мочили на танках, ну, в общем, до того, как мы встречаемся, вот, это все параллельно проходит, то есть это не продолжение истории, это вообще не история, там уже все известно, это движение назад, во второй части Крайзиса вообще есть что-то другое, там какие-то другие вообще пришельцы, делаются виды, что это все связано, но это ни хрена не так, вот от чего это выглядит как бред наркомана, этот пророк погибает, зарождившись вирусом, которые почему-то вдруг решили пришельцы распространять вместо того, что они морозят, никаких старых там пришельцев нет, там появились какие-то красные пришельцы, гумодноидного вида с ручками-ножками, и они распространяют вирус на город, а в третьей части мы опять будем, по-моему, за пророка играть, который, в третьей части будет рассказывать история, которая происходила до того, как пророк отдал этому Алькатразу, за которым мы во второй части играем, до того, как этот пророк отдал этому Алькатразу свою костюм и застрелился, то есть первая часть дает нам интересную завязку, Crysis Warhead ничего нам не дает, потому что это все происходит в параллельное время, скажем так, Crysis 2 нам дает вообще какую-то другую историю со старым персонажем, а Crysis 3 это приквел Crysis 2 нормально вообще? Че за бред? Че за бред? За 4 части можно такую офигеннейшую историю в стиле Властелина колец какой-нибудь рассказать по мощности, чтоб все бы офигевали, и не важно какой бы... Вы представьте, если бы такую же ахинюю нам плели бы на протяжении там всех частей Half-Life, да никто бы не стал играть в такое говнище, потому что Half-Life помимо того, что это нормальный шутер, да, по всем канонам, там еще интересная история, она абсолютно связана, никаких разрывов там, ну логически, есть какие-то паузы, может быть, да, но все же там рассказывается, там как-то лаконично, там органично и все такое, здесь же рвут, разорвали предисловие, делаем, окей, там все, давайте еще кокса нюхнем, а пойдем по бабам, окей, там как-нибудь потом допишем с похмельем, вот так и делается, это все, я не знаю, на кой черт, можно хоть сколько угодно о графической начинке говорить, но если ваши уши поступают и ваши глаза видят такая ахинея, ну, можно сразу там на 3 балла по-моему игре за это занижать, потому что ну все-таки если ты пытаешься там сделать, если пытаешься сделать какой-нибудь хороший сюжет, так сделай его там, попытайся сделать его хорошо там, связано, если не пытаешься сделать хороший сюжет, ну зачем тогда, ну сделай ты бессмысленное мочилово с крутой графикой, ну полно же, полно же шутеров, которые стали легендой, там, я не знаю, Serious Sam, там какой-то, какой там сюжет, парня забирает на космическом банане на другую планету, он берет шестиствольник в руки и начинает мочить нахрен там, кому это нужно, Дюк Нюкем, блин, вообще непонятно, что там творить, всех мочит, но если ты претендуешь на что-то, если у тебя претензии на хороший сюжет, так ты доделывай свое дело, не делай на 10%, а потом, э, ладно, что-то как-то вообще неохота там давать все по новой, ну надо же как-то, я не знаю, ну вот и за это и можно снижать, не сделал, снизили, снизили оценку, не то, что там игромания поставила этому в краю с 9,5, да, тогда еще не было остальных частей, можно было рассчитывать на то, что все-таки история-то продолжится, но первый Кризис, он выглядит, как хорошая научная фантастика, смешанная 50-50 там, с хорошим боевиком, все остальное, оно абсолютно теряет свой смысл на фоне первой части, потому что не как с этой первой частью, она вообще нарушает все там каноны, по которым должен сюжет строиться, потому что если ты берешь абсолютно другой сеттинг, так убирай героев тогда, а не делай вид, что это все продолжение, ой, простите, пришельцы у нас какие-то уже другие, и что там произошло, потом на этом мусоре, мы не расскажем, ну, потому что не хотим, ну, понимаете, как бы, да зачем вам, ну, запустите, ну, поиграйте, ну, ну, как, Кризис, текстур, вы же текстурки пришли, смотреть, зачем вам история, ну, подумаешь, присоединить, что, да, еще, там, четыре года назад был Кризис, я думаю, все забыли, чего, примерно так, сценарист должен оправдываться, я не знаю, ну, в общем, первый Кризис, вполне достоин, ну, все его потомки, начиная с цифры 2, потому что, ладно, Warhead, Warhead, ладно, все думали, что во втором Кризисе все будет нормально, все расскажут, но теперь уже понятно, что ни в третьем, ни в пятом, ни в десятом к первоначальному источнику уже никто не вернется, ну, ладно, в общем, Кризис, ну, 8 баллов, че, 8 баллов, как отношусь к другим частям, узнаете, после того, как я их пройду непосредственно, ну, а Кризис, он есть Кризис, хороший, крепко сбитый боевик, с интересной завязкой в виде научно-фантастического, техногенного, такого триллера, вот, который очень, очень, очень классно было бы продолжить, никто, наверное, не мог подумать, что на эту историю просто забьют и каких-то непонятных там, цехов или кого-то там добавят, ну, не знаю, ну, вот, в принципе, и все, наверное, что я хотел сказать, сказать-то, я, конечно, хотел намного больше, но я думаю, что это немножко в другом месте будет сказано, вы еще услышите, ну, ладно, я надеюсь, вам понравилось данное прохождение, данная игра, если вы о ней там какой-то нелепой причине не знали, тем не менее, русский цикл по Крайзису Первому на этом закончен, всем спасибо, что смотрели, с вами был Доскос, всем удачи, всем спасибо и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok